Если вы хотите провести тренировку дома, но не знаете как это сделать, посмотрите это видео, где я расскажу именно про ту тренировку на все тело, которое можно выполнить дома в привычной вами обстановке. Привет, друзья! Меня зовут тренер Федоров Сергей и мы начинаем сегодняшнее занятие. Наша тренировка состоит из трех частей. Первая часть это разминка и активация. Это небольшое времяпрепровождение, где мы с вами разовьем связки и суставы. Вторая часть это непосредственно то задание, которое необходимо сделать. Третья часть это дополнительная часть, где мы будем с вами развивать определенные навыки. Ведь мы не только хотим хорошо выглядеть, мы себя и хотим хорошо чувствовать, еще может быть кому-то что-то и показать. Итак, начнем. Первая часть – разминка и активация. Включите таймер на 6 минут. Именно это время нам и понадобится. В течение 6 минут в спокойном темпе выполняйте упражнение одно за другим. Всего будет 3 упражнения. Первое упражнение – это касание плеча, стоя в планке на прямых руках. Обратите внимание на ладони. Ладони необходимо развести в стороны. Становимся в планку. С этого положения начинаем выполнять вот такие неторопливые движения. В количестве 10 раз считаем каждую руку. 1, 2, 3 и так 10. Второе задание – альтернативные выпады. Руки перед собой либо на пояс. Выполняем достаточно широкий шаг вперед. Касаемся коленом пола. Возвращаемся обратно. Можно вернуться назад, а можно вернуться вперед. Разницы нет. Выполняем 10 повторений. Если тяжело вам выполнить это упражнение, не надо слишком низко погружаться вниз, а делайте полувыпады. Это достаточно для того, чтобы включить наши мышечные волокна для следующей работы. Третье упражнение – это наклоны на одной ноге. Левая рука касается правого носочка ног, правая рука – левого носочка ног. Более сложное упражнение, когда вы останетесь на одной ноге. Это задание можно облегчить. Сделать маленький выпад. Ногу отвести назад. И выполнить то же самое. Те же 10 повторений. Выполнили 3 упражнения по 10 повторений. Каждый посмотрите на время. Осталось еще. Продолжайте двигаться дальше. Опять первое упражнение, опять второе, опять третье. Если вы делаете в среднем темпе, то у вас должно получиться 3-4 вот таких вот круга. Выполнили? Хорошо. После этого небольшой отдых. И переходим к основному заданию. За 7 минут необходимо выполнить максимальное количество раундов и повторений, состоящих из трех упражнений. Первое – это строгие отжимания. Второе – это приседания, воздушное, без веса. И третье – это прыжки, так называемый джампинг-джек. Итак, строгие отжимания. Руки, ладони под углом 45 градусов, локти идут вдоль тела, вниз и слегка в стороны. Не разводите локти максимально в сторону. 10. 10 отжиманий. Выполняется в строгом стиле. Ноги вместе, таз и плечи двигаются с одной скоростью. Грудью и бедрами касаемся пола в нижней точке. В верхней части локти полностью зафиксированы. Раз. Два. Три. И так 10 раз. Если вам тяжело выполнить в таком стиле 10 повторений, а вам нужно подобрать как раз именно то упражнение, при котором вы не будете дробить в первом-втором раунде это упражнение. То есть можно выполнить отжимания с колен. Можно выполнить отжимания с лавки. Для этого просто ставите лавку, упираетесь на нее, отжимаетесь. Либо отжимания от стенки. Выполнить 10 повторений. После этого идут приседания. Во время приседаний. Ноги на ширине бедер, грудь приподняты вверх. Таз отпускается. Таз отводится назад и отпускается вниз. В конечной фазе ягодички чуть зажимаем для того, чтобы принять полную стойку. Выполняем 20 раз. Облегчить это упражнение можно тем, что не уходить ниже параллели. Делать наполовину. Либо садиться на лавку. Либо на какой-то фиксирующий предмет. И третье упражнение это прыжки. Джампинг джек. Во время прыжка ноги отводятся в стороны. Руки поднимаются вверх. 30 повторений. Итого в комплексе 10 отжиманий, 20 приседаний, 30 джампинг джек. Прыжки можно заменить на подъемы на носки. Можно заменить просто на ходьбу на месте. Пятки не касаются пола. 30 шагов. За 7 минут необходимо выполнить максимальное количество раундов и кругов. После выполнения, после того, как вы немножко отдохнете, переходим к третьей части. В третьей части это удержание позиции банан. Упражнение на полу. Носки вперед. Руки над головой. У вас есть 2 минуты удержания этой позиции. Выполните как можно меньше подходов. Соответственно, самый минимальный подход это первый. Один. Вы расположились. Выполнили. 2 минуты продержались. Хорошо. Если тяжело, раздробите на нескольких частей. Но вот именно то количество, которое вы выполнили раундов, будет являться результатом. Как можно меньше. Итак. Еще раз повторю наша тренировка. Первое. Разминка и активация. Мы выполнили 3 упражнения. С альтернативным касанием плеч. Выпадами и наклонами. Второе. Это за 7 минут выполнить максимальное количество раундов повторений. 10 сжиманий, 20 приседаний, 30 прыжков. И третье задание. Это позиция банан. 2 минуты. На этом все. Это была тренировка дома. На все тело. На этом все. Всем удачи. Всем пока.